Мастера кофейного оборудования Мастера кофейного оборудования Если это сделать трудно, то значит он полный Итак, друзья, с чем же я столкнулся? Столкнулся, конечно же, не в первый раз И поэтому я отлично знал, что система с обратным осмосом Вот как она выглядит Здесь находятся три картриджа предварительной очистки Вот здесь находится фильтрующая мембрана Вот сюда заходит грязная вода Вот отсюда выходит чистая А вот отсюда вот эта дренажная трубочка Она сейчас подвешена в воздухе Я чуть позже расскажу почему Итак, вот эта мембрана Способна работать только в том случае Если подающая магистраль То кран водопровода Вот здесь Выдает давление 4 атмосферы 4 бара Естественно, у меня для этого есть Манометр, который я подключил К водопроводу и померил Оказывается Давление не то, что низкое Оно еще и скачет От 1 до 2 бар Любой сантехник, любой мастер Который разбирается в фильтрах Скажет, что этот фильтр с обратным осмосом Будет работать от 2 атмосфер Комфортное для него давление Это 4 бара Ну, а поскольку здесь скачет 1-2 бара Естественно, очищать такой фильтр Воду не будет Он будет просто ее прогонять насквозь В канализацию И чистая вода скапливаться не будет Так и происходило То есть мы Отцепляли Вот эту трубочку Сейчас попытаюсь сделать это одной рукой Отцепляли вот эту трубочку А из нее вообще абсолютно не текла вода Точнее, она прямо капала Но давление никакого не создавалось И поэтому Воздушная подушечка, которая находится Внутри этого бака Сопротивлялась И бак вообще не наполнялся В результате у машинки была Водяное голодание Давайте так назовем Итак, подключим обратно Пускай набирается вода И откроем его Делать нечего И поскольку осмос На таком давлении работать не может Ничего другого мне Не осталось сделать Как достать вот такой вот картридж Это ионообменная смола Которая умягчает воду Естественно В стандартной комплектации В нем нет необходимости Потому что вода от осмоса Она идеально чистая Мягкая Но, соответственно Здесь вот эту всю Вторую Четвертую и пятую ступень Пришлось исключить И в третий Картридж Я установил Вот такой вот фильтрующий элемент Умягчитель Обязательно нужно понимать Что Он работать у вас не будет До того момента Пока мы с вами Не сделаем некоторые манипуляции Так, что это за баллончики у нас? Давайте посмотрим, что это такое Итак, вот эту воду я набрал Из крана Из водопроводного А вот этот тест Давайте посмотрим, как он работает Итак, капелька Вода покраснела Хотя капельки зеленые Итак, капаем Два Три Четыре Пять Я заранее капаю много Потому что знаю, что вода будет очень долго Красная В стандартной воде может быть до 25 капелек жесткости Итак Мы накапали в воду уже 10 капель Или даже больше Я обсчитался Напишите там в комментариях Сколько мы уже налили Вот этого индикатора в воду Если вы считали Вода очень жесткая Машина Кофемашина В условиях такой воды Умирает практически Мгновенно Ну, за месяц Вы машинку потеряете И будете очень дорого Ее ремонтировать Так, заканчиваем эксперимент С водой 16 17 17 О, позеленело Видите, да? То есть на 17 капельке вода позеленела Больше добавляют бессмысленно То есть жесткость 17 единиц В комментарии я напишу Что такое жесткая вода Вот по версии вот таких капелек Что такое мягкая Читайте комментарии Пишите свои Если что-то я забыл Итак, возвращаемся к ионообменной смоле Вот эта штука впитывает в себя кальций Надо понимать, что когда она впитает в себя достаточно много кальция Ресурсы ее израсходуют И она будет прогонять воду насквозь неумягченную Это очень важно Но, как я уже сказал Такой картридж Если просто его установить в третью ступень Работать не будет Вот почему Дело в том, что через эти все картриджи Вода проходит очень-очень быстро И на такой скорости ионообменная смола Просто не успевает впитывать в себя кальций Ну, такие физические свойства у нее Поэтому мы берем И у каждого фильтра осмос Есть вот такая вот мембранка Надпись на ней обозначает 0,3 Это означает 0,3 мм толщина Вот здесь очень-очень тонкая дюза находится внутри Нужна она для того, чтобы ограничить поток дренажной воды Которая идет через черную трубку В канализацию вот сюда отводится дренажная вода Отстегиваем от этой дренажной трубочки Вот этот клапан И ставим его на выход Из предочистки То есть вот у нас трубочка Которая выдает воду уже из третьей ступени Вот она, вот она эта трубочка Идет она сюда В принципе, можно исключить весь вот этот вот клапан Он сейчас здесь неактивный Он сейчас не нужен Сейчас буду, пока буду делать Вы ничего не увидите Давайте я постараюсь как-то все это на коленке Снимается же все на коленке Так Такая вот Вот в чем дело Видите? Давление водопровода настолько низкое Что я его даже рукой держу Так, перекрыл кран То, что я забыл сделать заранее Вот Так Сейчас немножечко воды спустится Так Нажимаем вот здесь кнопочку Отстегиваем И соединяем Картриджи предочистки И соединяем картриджи предочистки Вот сюда Через эту мембрану Дальше на выход Зачем нужен здесь тройник? Рассказываю Итак Сейчас вода Течет через Вот эту тонкую форсунку Очень медленно Благодаря чему Смола будет успевать впитывать в себя кальций И вода будет умягченная Но Этой скорости воды Не хватит вам для того, чтобы варить кофе Давайте посмотрим Какая будет теперь скорость у нас Итак Смотрим Вот скорость потока воды Которая будет После торможения Этой штучкой Будет вот такая вот скорость воды Естественно Для варки кофе Нам этой такой скорости не хватает И машина тоже будет Как говорится Голодать Вот для этого Нам нужен Расширительный бачок Раньше там накапливалась Вода Остматическая Теперь здесь будет накапливаться Вода Умягченная Через онообменник Итак Давайте посмотрим Какая же теперь вода Вытекает у нас Из фильтра Моем колбочку Набираем сюда 5 миллилитров Давайте для красоты кадра Немножечко тут приберемся И погнали Смотрите Помните сколько было капель Да у нас в водопроводной воде А теперь вода умягченная Капелька Ну как вы думаете Покраснеет? Нет Не покраснела Сразу стала зеленая Это говорит о том Что вот этот химический реактив Не обнаружил Вообще ни одной промилле Химики Надеюсь вы не будете меня сейчас Сильно ругать Если я неправильное слово Промилле использовал В общем Жесткости в этой воде Нету абсолютно Эта вода С нулевой жесткостью Если выражаться точнее То жесткость воды Останется прежняя 17 единиц Просто ионы Кальция Которые были растворены Вот как этот кирпич в воде В результате Ионнообменной Химической реакции Заменились на ионы натрия Ну а натрий Как вы знаете Содержится в поваренной соли В накипь не откладывается Для организма безвреден Ну и поверьте мне Если вы не сделаете Такое торможение воды То у вас Однозначно Вода будет Точно такая же Не умягченная Уже все проверено Уже испытано Много раз Инженеры приезжали Говорили что Вот такой картридж Не работает Он работает Просто вода должна Медленно проходить И если кому еще Может быть что-то я в видео Пропустил Не досказал Итак Вот этот Тройничок У нас делает следующее То есть Мягкая Медленная Вот здесь мягкая Быстрая вода Вот здесь она уже Мягкая Медленная вода Поступает По оранжевой трубочке В наш Расширительный бачок И накапливается Когда кофемашинка У нас потребует воду Вода пойдет Обратно Из бачка Здесь же у нас Быстрый поток Будет В баке много воды И через Ступень Пост очистки Она нам Не особо Конечно сейчас Нужна Но пускай Просто будет Нам же негде Больше взять Кучу тройников Всяких соединений Все Она сразу пойдет В кофемашину Вот эта трубочка Уже подключена К кофемашине Такая вот получилась Сантехническая наука Сегодня на нашем Канале Пионер кофе Поэтому Все подписывайтесь Обязательно Подписывайтесь Мы же начинающие блогеры А нам нужно Как можно быстрее Собрать миллионную аудиторию Подпишись Поставь лайк И установи колокольчик Все Пока Субтитры сделал DimaTorzok